Я житель города Курахова, Гонарева Надежда Геннадьевна и руководитель инициативной группы, которая три года уже действует у нас и работает и добивается справедливости. В настоящее время, когда прошли выборы, мы возмущены. Я получаю множество звонков и только выхожу на улицу, ко мне обращаются жители города и говорят, что у нас происходит. Почему ничего не изменилось? Мы видим, что было на Майдане, мы видим, что меняется все, а у нас на старом уровне. Мы никогда не думали, мы думали, что Сашко вообще вон даже с местного совета, а оказывается он сейчас баллотировался, был кандидатом в депутаты Верховную Раду, при том, что он не есть носителем проукраинского движения. Он, наоборот, тормозит жизнь в Курахово. Это тот человек, который все время был и служил партией регионов. Кроме того, он, когда наши ребята стояли на Майдане, он посылал отсюда, собирал своих тетушек, которые возглавляют коммунальное хозяйство, основателем которых является Кураховский горцовец, и набирал группы и отправляли на антимайдан, как тетушек, чтобы они проводили там провокацию. И вдруг сейчас он снова, говорят, что он проходит, как он может пройти, если очень много возмущений. Он специально провоцировал эту новую власть. Когда проходили выборы президента, он мешал. Мы только на второй, до выборов оставалось три дня, нам предоставили помещение. И к тому же, сами, эта местная районная власть и наша Кураховская организовали провокацию, и Марьинская ВК была тогда спарена, что пришлось потом переносить в Новоселовку. Мы бюллетни получили в 7 часов вечера только, пока мы приняли полчаса всего работы. Люди просили, чтобы мы продолжили, но за нами наблюдали. У нас в лице поставили камеру. Камеру поставили те, которые сепаратисты, которыми заправляет Георгию, который сидит сейчас во дружной комиссии, решает судьбу. Кто будет депутатом, представленный от нашего округа в Верховной Раде, мы очень обрадовались, когда увидели новое лицо, посчитали его биографию. И мы думали, вот, вот это уже свобода. Человек, который был на Майдане, который будет что-то новое вносить, человек, который стоял и наш Донбасс защищал. Он знает, что смерть в лицо, и он никогда не позволит врать. И мы думали, что будет по-новому. Но видим, что остается по сторонам. Выборы, перед подготовкой к выборам Сашко поменял полностью комиссии. Окружную он месяц, на 90%. Я была членом окружной комиссии, но я только увидела, что меняют и меняют на своих председатель свой, депутат городского совета, начальник цеха ДТФ. А ДТФ составляет нам тепло, которое Сашко подписал с ними договор, что мы получаем самую высокую цену тариф на тепло. Люди возмущены, они говорили, давайте подниматься. Но я говорю, нет, мы не можем сейчас, потому что мы будем провоцировать новую власть. Если нас снимет телеканал Донбасс, вот этот и Украина, они же наоборот покажут, что получается, что мы будем не воевать, не воевать деньги. Очень много проблем. Угрозы были страшные и угрожают всем. Люди боятся. Я в настоящее время написала заявление, хочу передать. Вот когда я пошла за Майдак, все, на меня, вот это, по Курахову, были расклеены такие листовки. Все приходят, говорят, как? Террористка, все, знаю, что я всегда была за жителей, отставила их интересы. И вдруг вот такое. Это было мне, понимаете, как... Ну, и это все делала местная власть. Этот ролик был, пятый канал нас снимал, когда мы выступали, митинг у нас был возле банка за самые высокие тарифы. И Кураховский, Кураковский горсовет, Лисеркуш, Татьяна Николаевна, которая в этот раз набирала комиссии, даже от Банкевщины членов ставила она, меняли те, которые действительно были поданья, люди проукраинские, которые с нашей инициативной группой были, которые шли работать. Но, увы, и продолжалось и дальше, когда единственный, кто в нашем округе провел референдум, это Сашко. Перед тем прошел митинг 4 мая, ролик этот имеется, он был участником этого, он указывал, как что писать. После того, когда попало еще письмо мое и обращение от имени жителей города Курахова к президенту, к премьер-министру, снова о наших социальных проблемах и о наших партийных взглядах. Мне пришло, значит, 4 числа только меня посетил следователь, чтобы разобраться с этим, мне в двери была вставлена угрожающая листовка со знаменем ДНР. Понимаете? И поэтому это только что я уже такой возраст и думаю, да что мне бояться. Люди боятся. Мы когда разговариваем, мы хотим изменений, но даже когда общаемся на улице, да ты тише, тише. И этот раз я была в комиссии, принципиально пошла в комиссию, где были 4, как сказать, участковая комиссия на ДК, где было аж 4 представителя, которые именно от городского совета. Я хотела, чтобы, как всегда, там очень много шло угрозов и провокаций, я стала на пути этого, не имея очень такого здоровья, но я все-таки рискнула. И мы видели, как приходили люди и говорили, прям подходят и говорят, что, ой, а скажите, где тут в списке Сашко, нам сказали, как его проголосовали. Это было не один человек, это было много. Они своих людей настроили и в основном у нас голосовали. Приходили люди не случайные, а те, которых обработали именно госслужащие Кураковского горсовета и коммунальных предприятий. Поэтому очень хочется каких-то изменений и честных, честных выборов. Очень хотим, и я это могу с уверенностью сказать от инициативной группы нашей. Много хотели попасть в комиссии работать, но нас не допустили. Спасибо. 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 Спасибо.